вот это клумба моих любимых розочек она очень такая скромная потому что уже розочки оборвали и потом мы их поздно побрызгали оттли и поэтому не все розы расцвели побрызгали оттли не вовремя сейчас я их соберу сколько расцвело завтра еще раз цветет сейчас не передается весь их цвет вот такой вот нежно-нежно розовый моя любимая чайная роза которые посушу это будет на чай чисто будет на чай потому что ее не так уж много чтобы делать варенье и вот эти жучки мурашки еще что-то тоже любит эту розочку солнце светит так что обесцвечивает скромные душистые придушистые это у нас на клумбочке и комары и комары марио это вопрос к тебе вот здесь у нас район клумбочки здесь и рисики касатики здесь знаешь это тоже лечебное но оно и садовый какой-то цветок такое что-то просто делает дизайн вот такие листочки на нем я не знаю как это называется это с давних времен оно здесь разрастается очень быстро мы его просто вырубываем чтобы была свободная территория разрастается без проблем но меня интересует вот это растение вот в этом мы его не сажали в этом сезоне где-то весной я увидела такое как морковка вроде оно мне очень знакомо но она имеет вот такой вот вид здесь ему шикарная обстановка влаги и и и чего еще и как бы светло солнечно то здесь закрыто все абрикосой и вот это выросло это чудо юда но это то что я думаю как забыла как называется но это то что потом конечном итоге беленькими цветочками зацветет но пока что она не собирается зацветать вот это вот она гонится вверх 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 вот туда вот я даже веточки никакой не ломала чтобы же увидеть конечный итог и шо оно такое будет в метра два уже меня метр шестьдесят значит а вот оно здесь вот я здесь наклоняю вот такая верхушечка вот такая верхушечка и и я даже не могу предположить что это будет цветок что ли когда-то будет вот это верхушечка пока что ни на какой цветок даже нет намека могла ли это морковка как-то так вырасти вот все растение вот в абрикосах опускаю, 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 опускаю опускаю морковные такие листья если бы оно зацвело белыми цветами там вверху кашкой не было бы вопросов потому что я уже встречала в лугу уже и Марио показывал не было бы вопросов а пока что оно вот гонится вверх вот просто гонится вверх как бы вверху вроде уже должно что-то образоваться но оно пока что гонится вверх вот такой вопрос вот такой вопрос что это может быть вот это с другой стороны вот такой у него вид вот такой стебель И вот это вверх, вверх. Вот я сейчас наклонила, оно так наклонилось. А так-то оно ровное было. Вот это вот, оно было вот так ровное. Вот. Вот такая пальма. Красивая. Ну, поскольку это такой участок типа клумбочки, то и хорошо. Значит, вот это велюровые листочки такие. И оно собралось зацветать. И на нем сидит кто? Шмель, да? Это шмель или кто? Что-то не могу понять. Вроде не шмель. Что за чудище какое-то. Ну, совершенно не шмель. Что-то он мне не нравится. Ладно, сейчас я его. Вот это вот желтенькие, которые говорили мимоза, мимоза. Рядом с этим зарослем цветочного украшения, метелочками. Вот это вот и здесь еще. Это осенние цветы садовые. Будут они попозже расцветать. И вот это вот, которые не мимоза. Которые называются по-другому. Забыла сейчас это слово. Надо посмотреть уже оно. Уже мне кто-то написал. Или Марио, или Михаил Хоменко. Как это называется? Нежный, нежный. Аромат цветов ни с чем не могу сравнить. Очень приятный, но очень нежный. Вот такой куст как бы. Не то, чтобы куст разрослся. Если бы здесь была выпала та трава, он бы еще разросся. Потому что я посадила когда-то буквально одну веточку. Вот одну веточку посадила. Вдоль тропинки. Вот тропинка, а вот куст. Вот такая красота. Красотенная. С одной веточки. Но это вообще-то за три года. Но я здесь никогда не полула. Что очень плохо. Скоро здесь будет все в желтых ромашках садовых.